можно изменить поведение там и так далее характер изменить но при этом у нее сохранится память и то есть она будет тебя также любить и так далее то есть это я не знаю это от общения с таким вот с андроидом было бы непередаваемое ощущение на ее взгляд упал настоящего в углу гитару я чуть не забыла спросить о самом главном что мне делать наверное ты любишь музыку итак мы отвечаем нет и она такая а зачем же я тебе досталось я же хочу выполнять свое предназначение игра для тебя песни и так далее с беззаботным видом прямо спросила она грудь снова пронзила тупая боль хе хе конечно ты любишь ты ведь и сам похоже можешь играть ну раз у меня гитара есть то логично что-то она грустная видимо поняла что типа раз он сам может играть то она ему не очень то и нужно удивленно моим внезапным молчанием мику посмотрела на меня но я просто не мог открыть рот боль груди была слишком сильно звучит это ты не любишь музыку я ведь почти смог забыть это мику первое нарушила молчание теперь она казалась ужасно расстроенным мне нравится музыка правда да правда в универе я играл в группе и писал музыку тоже ну мы были любителями и это было очень маленькая группа кстати я тоже там на секвенсоре напираю некоторые мелодии простенькие в основном то есть фл студио там но вы поняли там конечно ничего особенного но мне вообще нравится ну то есть и иногда хочется то есть создать какую-то мелодию от послушать хорошую музыку хочется нечто подобное создать и ты там сначала автопартию создаешь потом добавляешь своих нот немного потом накладываешь же другие эти звуки других частот потом в конце концов когда что то удобоваримое получается ты все это сохраняешь в mp3 и слушаешь несколько раз ну и на этом все заканчивается я вообще много чего умею м м м м м м в выходные мы арендовали студию и репетировали а иногда давали живые выступления вы выступали в живую круто но мы играли на улице на самом деле это ничего особенного все равно круто мику посмотрела на меня с уважением но почему может ее получить немного пусть она играет там деньги в том что приносит у нее в конце концов талант значит ты вправду любишь музыку мику произнесла это с явным облегчением ну потому что ясно у нее же это задача то есть музыку играть для кого либо а если ее хозяин не любит музыку то значит она не нужна ему это вполне себе логично затем она как будто вспомнила что то так ты играешь в группе а уже нет не играет типа что ее не примут вот я сразу догадываюсь м так все довольно интересно ага игра в группе сейчас нет не так давно она распалась вспомнила это время мое настроение ухудшилось а что пошло не так разные были причины но главное разногласия между членами группы но смеку вас такого не будет потому что она будет тебя слушаться во всем я так люблю в то время когда я пошел в эту группу отношения были довольно хорошие в группе уже был один опытный человек он служил нам всем примером рассказывал я миру эту историю я решил рассказать ей и об этом парне в любом случае он был просто помешан на музыке ну все она убежит к этому парню но с каждой новой репетиции мы все чаще сталкивались с ним почему же ну типа гордыня у него была сильная мы просто не сошли с ним характером блин а вы с ним что любовники были для того чтобы работать вместе не обязательно сходиться характером или это просто артисты такие дебилы что они лезут другим своим согрупником скажем так в душу я понимаю финансовые вопросы какие то еще можно там могут быть конфликты но блин вообще с характером никаких проблем не должно быть мне лично насрать какой характер главное чтобы тебе не трахали мозг и чтобы все честно по честному делилась в плане попова в то время только у него был опыт участия в группе у остальных такого опыта не было я и сам был новичком и много этого не понимал тогда ну поначалу ведь у всех плохо получается я понимаю думаю и он это понимал но все же нам с большим трудом удавалось догонять его но что в этом плохого если бы он начал играть на нашем уровне наш общий уровень был упал а мы играть на его уровне просто не могли сначала разрыв был маленький очень маленький но то что началось как маленькая ссора понемногу накапливаясь вылилось в большой скандал во время приготовления к рождественскому выступлению а так это их выступления должно было быть то есть вот почему он так расстроился интересно то есть тоже сюжетный ход такой забавный после этого я сказал им все больше я с вами не играю вот как и поэтому ему наверное прислали миг чтобы она его из депрессии вывела с тех пор музыка для меня запретная тема тогда я был не столько зол сколько опечали так если он музыкант блин какого хрена он девушек боится извращение что ли это же девушка и она музыкант тоже это офигенно как по мне она гораздо круче чем та же алиса которая фигней страдает ну из бесконечного лета кто не знает да впрочем и миг лучше чем алиса там она на многих инструментах играет тогда я был не столько зол сколько опечален а что с группой ну планируемое выступление отменили группа без каких-либо с распалась а лицо мику приняла особо обеспокоенный вид черт наверное зря и я ей это рассказал извини что рассказываю тебе эти глупости я понял что разом выплеснул все что долго копилось у меня на душе то блин подумаешь а че тут такого обычное дело встреченной только сегодня ничего не знающий девушки так тем более ей же интересно ей все интересно сейчас я не смог рассказать все это при встрече с другом но почему то без проблем рассказал мику потому что она никому не расскажет что нас секрет будет хранить она не бабка с семечками ничего не говоря мику молча выслушала мой рассказ кажется диалог имевший целью укрепить дружбу обернулся обратной стороной может выпьем чего нибудь и кажется я больше не не осталось ничего важного я уже было собрался вставать и встать и налить чаю чтобы немного разрядить атмосферу кстати предложил типа выпить чего нибудь а я и не подумал о том что он чай имеет ввиду я думал он имеет ввиду что-нибудь посерьезнее уже споить ее решил давайте сохранимся пожалуй и так продолжаем я сделал себе чайок за эти мгновения как всегда и что тут у нас и все же ты еще любишь музыку так конечно люблю люблю давай короче чайка попьем а потом продолжим спросила она внезапно снова этот вопрос он но теперь она сказала это с серьезным выражением лица я не хотел врать мику но я и сам толком не знаю ответ а какая разница а что ты хочешь от меня надо было ей вопросом на вопрос ответить а смотря что ты хочешь от меня в связи с тем люблю я ее или нет ты женяка я готов на все а поэтому ответ на этот вопрос я только кивнул а но как она рада наверняка это так как раз ты так сильно переживаешь все это ты просто не можешь не любить музыку хахаха да ну какая разница блин задолбала мику ты тоже что ли умственно отставая возможно она и права поэтому может тебе стоит попробовать начать заниматься музыкой ведь это так интересно ну да здесь она преследует исключительно свои интересы она же любит музыку ей положено так интересно что ведь неважно хорошо или плохо ты играешь заниматься музыкой все равно весело действительно особенно с меккой с меккой линейкой ее слова ободрили меня если ты уж так плохо играешь то всегда можно дома играть для той же мекку например я думаю она лучше закрывать не будет и говорить прекратить а это ведь главное музыка это весело я вспомнил дни когда только начал играть в группе однако ведь это было так очевидно все это время как я мог забыть о такой важной вещи все это время я не мог вспомнить такую простую вещи проиграл с подливкой спасибо микку от ее слов я почувствовал себя немного лучше вот как покраснела уже так поздно только не говорите что микку в конце этой игры куда-то исчезнет и в общем трындец будет случайно взглянул на час и я понял что уже давно за полночь дома и магазины за окном погасли погасили огни и погрузились сон фух едва я осознавал который сейчас час как на меня навалилось усталости сон ливо процент амику то у тебя будет спать и и и вовремя пожалуйста надеюсь вы меня простите просто бывает так что жди микку у тебя ж одна кровать вроде бы один диванчик как раз на двоих хочешь спать это м микку саркастично улыбнулась видя как я тру глаза да пара баиньки подавил готовые вырваться зевок я снял свитер чтобы одеться в пижаму затем просовывая руку куртку пижамы короче у меня нету пижамы ни одной реально я сплю но не в том в чем хожу но почти затем просовывая руку в куртку пижамы я вспомнила присутствие микку а я это некуда девать то есть будет она с тобой хотя она и андроид мне все равно не ловко переодеваться перед дел девушкой да чё нормально привыкнешь девушки они такие существа к которым довольно легко привыкаешь зато потом ломка начинается если расстаешься с ними как-то что случилось что случилось а вот тонка это плохо это хорошо еще если ты с ней там это разругался и так далее вы в общем то друг друга ненавидите как ни странно это хорошо а вот если расстались по другим каким то причинам то вспоминаешь и становится хреновее эх эх печальный опыт прямо сейчас сам вспомню и мне нужно будет свою микку где-то брать чтобы она меня успокаивала что случилось спросила микку заметил что я на нее смотрю так ты на меня смотришь почему я не могу на тебя смотреть я тут переодеться хочу сейчас вернусь понятно я пошел на кухню чтобы переодеться ага микку лежит на моем футоне что же теперь делать да чё ложится рядом ты ж пижаме скинув футболк ну блин она блин его долбанная собственность чего он ее стесняется она ему ничего плохого не сделает она пока что не проявляла агрессии какой то или стеснительности чего он ее боится реально девственник какой то скинув футболку и штаны просовывая руку в рукав пижамы я думал черт почему у меня нет запасного футона для гостей наверно потому что второй футон мне негде было бы хранить придется довольствоваться одной подушкой наверное это будет не очень комфортно но что поделаешь он чё будет все таки отдельно от нее спать ну дебил как я и думал мику не спала пока я размышляла в предстоящем ночлеге до меня донесся какой то звук чё это за фигня такая тильды какие то смотрите это мику звук исходил из соседней комнаты очевидно это была мику она ночью что так там какие то звуки издает соседей разбудишь они прибегут и увидят что там ты стелка это ну того живешь чем она тут занимается переодевшись в пижаму я осторожно загляну в комнату чем она там занимается поет что ли пытается петь тильдами какой приятный звук закрыл глаза и тихонько покачивая в такт мелодию мику что то напевала молодец а что ей делать она ж блин музыкальный робот пусть поет себе тем более если хорошо поет мику что то напевала надо у нее было такое спокойное лицо видно что она получает удовольствие от процесса я бы если бы создавал андроида вот такого вот который типа певец я бы его собственно ему скажем так в его днк в его программу вложил бы получение как раз удовольствие от пения то есть так вот она поет поет и когда она соло какой то испанная меня это у нее в конце соло орган такой и она аааа и все короче но это как награда чтобы ей был стимул петь это как у нас например голод то есть чувство неприятное которое заставляет нас есть или же приятно заниматься сексом например то есть приятно от того заниматься сексом что нам нужно размножаться и те у кого более приятно тем больше стремятся заниматься сексом и те ч expense гены тех людей которым приятно заниматься сексом они больше проходят они не вымирают в отличие от тех генов которые генов тех людей которым неприятно и поэтому вот эти вот все всякие геи там и так далее они могут появляться но как бы у них своих детей не будет а значит и гены не передадутся и геев не будет увеличаться количества так что эта проблема абсолютно надуманная то же самое с лесбиянками остальными то есть та лесбиянка которая будет цены типа рожать ее гены передадутся а та лесбиянка которая не будет рожать той гены не передадутся у нее было такое спокойное лицо ну да смотря на нее я понял насколько мику любит музыку это обычная девка девки все любят петь да если вы слышите это опять же те пилы какие то тут стучат исполняя мая мику спокойная песня трогала душу я продолжал ее слушать закрыл глаза я растворился приятной мелодии слушая мику я потерял связь с реальностью ну не то чтобы этот бокалоид мику так уж офигенно пел но может как она сказала я новая модель да и по сути синтезатор то нового типа потому что у нее же звук не из динамика выходит то есть она его синтезирует как реальный человек голосом прекратил петь мику глубоко вздохнула я пришел в себя я вошел в комнату к мику уже так поздно да ну да тебе не повезло мику что этот придурок я догадался только ночью включить они сразу схватил и побежал к себе домой а ну вероятно заметил перемену в моем настроении мику наклонила голову я слушал твое пение блин а чего в этом странного зачем он это говорит вообще у нее покраснели щеки ты сейчас слушал ну естественно слушал отлично поешь надо ее похвалить ага скажи хоть что нибудь хи 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 няко такая няко все таки хоть и такие слишком большие глаза там и слишком рисовка старая но все равно няко она была так мила когда сердилась что я непроизвольно улыбнулся эй подсушивать ведь нехорошо а мы тут все свои ты сама сказала чтобы я тебя на вы не нажимал все как и к тому же нехорошо ты блин моя собственность вроде того тебя ж не бойся кто то покупал то есть ты продаешься как товар а значит ты чья то собственно и и обязана слушаться и естественно твой повелитель может слушать твое пение извини но какой приятный звук но что тогда я подумал что ты вправду очень любишь петь услышал мой ответ лицо мику из секунду ничего не выражала затем она шокирована улыбнулась а широко они шокированы да очень люблю ну так и чего она стесняется петь сколько здесь дней будет интересно спокойная мелодия слышалось где то рядом проникнул мой сон она медленно вернула меня в реальный мир открыл глаза я обнаружил что комната залита ярким дневным светом ослепленный этим светом я закрыл глаза в открытое окно врывался приятный холодный утренний ветер я полностью проснулся уже утро тело такое тяжелое ах да ничего удивительного я ведь отдал вчера свой футон мику блин ну что ты с ней не спал ты плохой ты неправильный парень ты вообще этот педик вообще он дал какому-то андроиду уже бы если он так и не хочет чтобы с ней типа спать так дал бы ей эту самой подушку и пусть она на ней калачиком спит как то это для мужика не положено на полу спать в конце концов она его выгонит из квартиры и все снова этот мягкий нежный голос повинуясь его зову я повернул голову а купаясь в лучах утреннего солнца мику напевала песню ветер теребил занавеску накрывая ее словно вуалью черт я песня слишком прыщи да нет песни это конечно хорошо но фигня прекрасный голос мику и спокойная мелодия напоминала колыбельную пропавшая была сонливость вернулась снова вся на тело сыпит навсегда как в одной песенке и семи грехов умения перед этой песней не смогли устоять яркий утренний свет не холодный зимний ветер я уже почти снова вернулся в страну снова как друг а ты проснулся яка опять заулыбалась вероятно заметил мой взгляд мику прекратила петь и посмотрела на меня доброе утро как же за ебали стучащие соседи как же они меня достали даже больше чем мой хриплый голос и другие проблемы чайок надеюсь у вас тоже есть чайок если нет то быстрее берите стаканчики ну или чашки заваривайте и пейте как это делаю я что это с тобой снова решил уснуть мику одарила меня дразнящей улыбкой я так охрипнул наверно но я не могу остановиться надо это пройти хотя все я все равно не пройдут давайте ка наверное сохранимся и закончим на этом процент просто я там могу все это прочитать но мне жалко вас потому что я уже слышу что мой голос стал из за того что я долго это снимаю всем пока до следующих серий мику ждет нас